Смотреть это просто ужас, да, что там происходит вообще на этой станции, что это за бредятина такая. Это их знаменитый туалет, где перерабатывается вода, они потом и пьют. Нам тоже очень интересно, в частности мне, если вы найдете там какие-нибудь вот такие вот интересные несостыковки. Ну, самая интересная несостыковка, Юрий и Макс, это продукты в космос. Тоннами доставляют апельсины, мандарины, а космонавты по-прежнему из унитазов пьют. Эка, чудеса какие. Ужас. Ну, тут такое понятие двоякое, понимаете. Снимать, делать съемки на... В космосе это очень дорого. И качество съемки будет плохое. Вот, поэтому они вам объясняют, для чего они делают. Поэтому они съемки делают на Земле, но то, что они как бы хотели снять в космосе. Потому что в космосе съемка дорогая, а тут надо прибыль, экономия. И... Но то, что космос... Но дело в том, что, видите как, космос-то есть. И Вселенная есть, все это есть. И спутники есть. Вот. Но все, что вам показывают, это капитализм. А капитализм всегда врет. А жидок капитализм врет в Кубе. Всегда. Поэтому нельзя сказать, что космоса нету, а они все врут. Они все врут, но спутники они все равно запускают, спутники летают. В основном спутники делают для контроля над нами, над вами, всякие контролирования. Вот. Вот такое дело. Раз мы уж в этом модуле, давайте посмотрим на, опять-таки, безопасность. Случился в главном отсеке, где находится Союз. Пробоенный к Союзам не попасть никак. Ну не попадешь ты в Союз, никак не сможешь эвакуироваться. Надо спасаться, надо идти куда-нибудь закрываться в модуле. Значит, смотрите внимательно. Люки, которые закрывают вход в модуль, который герметично должен закрываться, их нельзя закрыть, потому что там на капитальной основе установлена система жизнеобеспечения. Вот просто представьте, чтобы закрыть люк, надо отрубить трубу жизнеобеспечения. Вы представляете, да, просто это какая чушь, где логика? Логика где? Поднимаем вверх. Чтобы закрыть люк, оттуда надо убрать хлам. Просто там, просто люк никогда не закрывается, там лежит хлам. Это один конец модуля. Если мы попадем в другой конец модуля, здесь тоже, здесь вообще люк нельзя закрыть, потому что, первое, здесь система жизнеобеспечения, а второе, чтобы закрыть люк, надо убрать весь хлам со стены, который здесь висит. Налобные фонарики китайского производства, какие-то синие чехлы, в которых содержатся всякие ключи разводные, большие гаечи. Такое ощущение, что здесь не МКС, а БелАЗ, который надо ремонтировать. То есть вот такие вот большие всякие ключи громадные, с громадными гайками, хотя просто, ну, смешно, да, со мной со стороны. А с другой, все-таки советское оборудование, ну, понятно, что так и должно быть. Но люк тоже нельзя закрыть, потому что он весь завален хламом. Ни о какой безопасности речи идти не может. Если понадобится закрыть люк и закрыться внутри, чтобы сохранить себя до прибытия спасателей, это невозможно, это смерть. Жизнеобеспечение, если отключить, это смерть. Во-вторых, просто представьте, значит, давайте представим с самого начала, когда модули выводили по одному на орбиту. Чтобы открыть люк, вот представьте, вот вывели модуль звезда. Вывели модуль звезда на орбиту, и он находится там один, одинешенек, да. И вот, значит, сейчас я еще раз покажу, выду сюда, чтобы видно было. И, значит, привезли новый модуль. Как соединить эти модули, не открыв люка? Вот просто представьте, вот этот модуль находится в вакууме, там нету ничего, там нету воздуха, ничего. Чтобы подсоединить жизнеобеспечение, надо открыть люки у одного и у второго модуля. Это разгерметизация обоих отсеков. Просто чушь, просто представьте, как это должно вообще согласовываться. Я понимаю показ в фантастических фильмах, когда коммуникация подключается посредством штекеров при соединении двух разных модулей. То есть, знаете, как вот просто батарейку вставили в телефон, да, и появилось питание. Здесь же такая чушь, что чтобы провести систему жизнеобеспечения, надо открыть люк. Вот это вот просто бред. И такого быть не может. Можете спросить у подводников, посмотреть, как устроены подводные лодки. Принцип должен быть то же самое. Все люки должны быть задраены. Вам любой подводник это скажет. Там нету такого, чтобы все люки были открыты. Вас за это сразу убьют. Если там будет вот такая вещь. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры все остались живы. Бермудский треугольник 50% в кавычках погибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Санникова» также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Бёрн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов.